Давайте помолимся немного. О, Господь Бог, Авраама, Исаака, Якова. Мы благословляем Тебя в это утро. Приходим в Твое Святое Присутствие. Ты объявил Себя Богом Авраама, Авраама, Исаака, Якова. Богом Патриархов, с которыми Ты вошел в Завет. И Ты исполнил Своё Слово на протяжении четырёх тысяч лет. И Ты продолжаешь исполнять его в наше время. И мы просим, чтобы Ты дал нам Божественное вдохновение в Твоем Слове. И от Твоих целей в Тебе. Через Твое Слово и через Твой народ, Израиль. И молим во имя Ишуа. Амин. Окей. Вчера мы завершили, мы остановились на 11 главе Бытия. И в конце, в 11 главе, мы встречаем Авраама. И позже он назван Авраам. Двадцать шестой стих. Двадцать шестой стих. Фара жил семьдесят лет и родил Авраама, Нахора и Арана. And it says, Авраам и Нахор взяли в себя жёны. Verse 30 says that, but Sarah was barren. She had no children. И в тридцатом стихе, и Sarah была неплодна и бездетна. Now, very interesting, in verse 31, it says, Tara took his son Avram and his grandson Lot. Интересно, в 31 стихе взял Фара Авраама, сына своего, Илота, сына Аранова. And it says, they left Ur of the Chaldees to go to the land of Canaan. And they came to Haran and dwelt there. Now, if you're not familiar with the geography of the Middle East, Oh, let's see. I'm not a very good artist. I'm not a very good artist. But we had to... For the Mediterranean over here, And the Israel here, Where the Tigris and the Euphrates coming down, And the Persian Gulf. And Ur is somewhere in here. And Haran is somewhere up here. And Haran is somewhere up here. Now, this is all desert, the Arabian desert here. Almost nobody went across that. If you want to get from here to here, you went up this way. So, Tara began to take his family to Canaan. But in another part of Scripture, We read that God called Abraham out of Ur of the Chaldees. So, what's going on here? So, what's going on here? Was God speaking to Abraham? And he told his father, and his father was taking the family? Like, God said to Abraham, and his father was taking the family? Or he 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 was taking the family? And that's more likely the case. And yet, when God speaks, He didn't say he called Terah, But he called Abraham. Бог не говорил к Фаре. Он обратился к Аврааму. И у Фаре исполнилось 70 лет, когда у него начали рождаться дети. И умер он, когда ему было 205 лет. Поэтому Авраам был уже достаточно много лет, когда он входит в Ханаан. Я думаю, что это очень типично. Бог призывает одного человека сделать какую-либо работу, какое-либо задание. И мы не знаем, почему Фаре не дошел до конца. Там сказано, что он намеревался дойти до конца, пройти весь путь. Почему он не прошел до конца? Было ли это из-за его непослушания? Мы не знаем. Или же Бог хотел, чтобы он только полпути прошел? И что его сын завершит задание? Может быть, он должен был пройти весь путь? Может быть, он должен был пройти весь путь? Но он не завершил эту работу. И только следующее поколение смогло это сделать. Но по крайней мере, он начал. Все мы начали какую-то работу для Бога в своей жизни. И наша цель должна быть на том, чтобы завершить Божье задание для нашей жизни. И даже если мы завершаем Божье задание, все еще у нас есть сыновья и дочери, у которых будет их миссия в жизни. Я думаю, что у Авраама все же было видение передано от его отца. И Авраам было приблизительно 75 лет, когда он вошел в землю. Поэтому его отец все еще жил многие годы в Харане. Но, возможно, отец подготавливал своего сына к этому видению. Это понятно? И когда мы подходим к 12 главе, И говорится, что сказал Господь Аврааму оставить свою страну, оставить свое родство, то похоже на то, что в его сердце уже происходила какая-то подготовка. И в четвертом стихе Пошел Авраам, как сказал ему Господь. Вот что можно увидеть в Аврааме. Когда Бог говорит ему что-то сделать, Он просто берет и делает это. И позже Бог говорит ему отдать жертву своего сына. Нету никакого промедления. Он встает на следующее утро и идет. У него есть вера в Бога, которая действует, которая действует быстро в послушании. У него есть отклик на Слово Бога. И мы все нуждаемся в этом. Я знаю, что в моей жизни были времена, когда Бог говорил мне сделать что-то. И я просто это делал. И были другие времена, когда Бог говорит мне что-то делать. И я медлил. Может быть, из-за того, что я не хотел этого делать. Или, может быть, из-за того, что я был напуган. Или же, быть может, моя вера не была настолько сильна. Но вера Авраама была такой, что действовала в послушании и быстро. И также для этого требуется уход от всего того, что вы знаете. Когда мы думаем о цивилизации той эры, того времени, то город Ур, уровень цивилизации, в котором был очень высок. В Харане не так уж было все. Но все еще это был один из основных, торговых центров. И Ханан был менее развит и был на заднем плане. Поэтому это означало спуститься от высшего уровня цивилизации на низший. И когда мы думаем о всех мирских развлечениях и о том, что привлекает нас, то можно сказать, что это было несколько шагов вниз. Но невидимый Бог сказал Аврааму. И комментарий в Новом Завете Сказано, что они ожидали того города, которого строитель и художник Бог. И, вы знаете, было написано 10 или 15 лет назад, была написана одна книга Одним ирландцем. И названа «Дары евреев». И эта книга побуждает вас задуматься о том, каков наш мир и каким бы он был если бы не было Авраама и той веры, которая развивалась среди еврейского народа. Мы растем в мире, и у нас какой-то образ мышления складывается. Мы думаем, что это все нормально. И мы чувствуем, что так было веками. Не так ли? Потому что все это, то, что вы можете знать, то, что вам известно. И очень трудно даже умом себе представить в каком-то другом мировоззрении или пониманиях. Какой был тот город Ур, та культура, та религия в том городе? Ну, у них не было одного Бога. У них было множество Богов. И вы должны были сами решить, какому Богу нужно поклоняться. В других городах, в других народах были свои Боги. Никто не верил, что есть один Бог. И вы поклонялись этим Богом сексуально ориентированным поклонением. И вы смотрите в небо, на звезды, и пытаетесь понять, что же произойдет. Что же вам делать? Не было такого мировоззрения и понимания, что есть один Бог, который контролирует всю историю. И поэтому все ваше мировоззрение, весь ваш взгляд на вашу жизнь, на мир, не было с точки зрения исторической и конечной цели. Что у истории есть начало и есть конец. Просто жизнь — это бесконечная серия поклонения Богам. И вы поймете, что если у вас нет откровения от Бога, и все, что у вас есть, — это ваше наблюдение, то, конечно, вы бы сделали такой вывод. Я думаю, теперь можно будет очень легко понять реинкарнацию. Это реинкарнация просто естественно вытекала из такого образа мышления. Вам не нужно никакого откровения свыше, чтобы верить в реинкарнацию. Человек рождается, умирает, его тело смешивается с землей, становится удобрением для цветов, для еды дальнейшей. Мы кушаем еду. Это становится частью нас. И затем все повторяется по кругу. Никакой цели, ничего. Это понятно? На что бы это было похоже, если бы вы росли в таком мире? Все, что бы ни происходило, просто это происходит, и все. И вы должны сами решить, какого Бога вам осчастливить. Но иногда и у Богов были свои конфликты, свои соревнования. И, конечно же, больше ценностей уже не были абсолютными. Если я должен осчастливить этого Бога, я должен жить так. Если осчастливить другого Бога, то жить так. Это понятно? И подумайте о разнице, которая существует в современном мире. В большинстве частей мира, христианства и ислам по крайней мере верит в то, что есть один Бог и у которого есть цель мира. В индуизме, в буддизме, в синтаизме. Все те религии Востока. Они верят в то, что нет никакой исторической цели. В индуизме 300 миллионов богов. В раннем буддизме можно даже назвать его атеизмом, потому что они не верили в одного бога, личного бога. И поэтому наш образ мышления, как мы представляем себе мир, и если мы это считаем задолженное, на самом деле это дар. И этот дар пришел благодаря сверхъестественному откровению, которое началось с одного человека, с одной личности. Это понятно? И Бог говорит Аврааму, когда ты уйдешь из своей страны, от своего родства покинешь дом своего отца, иди в ту землю, которую я укажу тебе. И он дал ему семь обетований. Семь важных обетований. Произведу от тебя великий народ. Во-вторых, я благословлю тебя. Я возвеличу твое имя. Ты будешь благословением. Я благословлю тех, которые благословляют тебя. Я прокляну тех, которые тебя проклинают. В тебе или в твоем семени благословлятся все народы, все семьи Земли. И вот мы изучаем этот предмет. Мы все верующие. Мы эту историю уже знаем. Мы ее раньше читали. И она достаточно знакома нам. И иногда то, что знакомо нам, теряет свою способность влиять на нас чудодейственным образом. Теряет это чудо, эти чудеса, это изумление. Оно уходит куда-то. И задумайтесь об этом немного. Допустим, приходит к вам один из ваших соседей. И скажет, ты просто не поверишь, что случилось. Бог проговорил ко мне. Он сказал мне уехать из Одессы и уехать из Украины. Поехать в другую страну. Я даже не знаю, где это. Но Он даст эту страну мне. И Он сказал, что от меня Он произойдет большой, великий народ. И каждый, кто будет помогать мне, тому будет помогать Бог. И каждый, кому я не нравлюсь, голову с плеч. И весь мир будет благословлен через меня. Что бы вы сказали? Ты на каких наркотиках сидишь? На ЛСД или на чем-то еще? Какие грибы ты ел? Это просто сумасшествие. Но это то, что произошло. И это таки произошло. И все, что нам нужно сделать для этого, посмотреть на последние четыре тысячи лет человеческой истории. Это не поддается никакому спору. Все, что нужно сделать, это оглянуться и посмотреть на мир. Миллиард с половиной христиан по всему миру. Которые верят в Бога Авраама. Миллиард мусульман. И они как бы так верят в Бога Авраама. Изменилась некоторая. Но вера арабских народов исходит от Абраама через Измаила. Поэтому вот вы видите факт, это произошло, это случилось. Это безумно невозможная идея стала реальностью. Поэтому не теряйте свою способность думать об этой невероятной идее. В четвертом стихе. Поэтому Авраам уходит. И Лот идет вместе с ним. Ну, мы всегда можем задать себе вопрос. Должен ли он был брать Лота с собой или не должен? В конце концов, не так уж все вышло хорошо. Но, возможно, Лот должен был с ним пойти. И затем в пятом стихе. Он взял свою жену. Все то имение, которое у них было. И всех тех людей, которых они приобрели в Харане. В иврите. Мы читаем о том, что они приобрели людей. И используется слово, которое значит «сделать». Те души, которые они сделали. Поэтому раввины спрашивают, что же это означает? Как можно сделать душу? И раввины противопоставляют Ноя, Аврааму. Там сказано, что Ной был праведником в своем поколении. И раввина спрашивает, что же это означает быть праведным в своем поколении? Да, он был праведником в своем поколении. Но его поколение было настолько низко, настолько низко опустилось, что, возможно, он был не настолько праведен, как человек, который был праведен в другой генерации, где был более высокий уровень морали. Не настолько праведен, как другие праведники в другом поколении, где моральный упадок не был настолько низкий. Они говорят, кто же спас Ной? Ген? Кто же спас Ной? А, и кого же спас Ной? Спрашивают они. Только свою семью. И они спрашивают, как же вы делаете душу? Только Бог может создать человеческую жизнь. Если только, конечно, вы не обратите этого человека к Богу. И поэтому раввины говорят, что Авраам обратил других людей к Богу израильскому. Даже еще не находясь в Ханаанской земле. И они используют это как пример пример того, насколько важно достигать других людей, чтобы привести мир к истинному познанию Бога. Поэтому Ной был праведником в своем поколении. Но Авраам был более праведным. Потому что он спас не только свою семью, но еще и других людей. И в конце пятого стиха говорится, что они пришли в Ханаанскую землю. И в начале они пришли, прошел Авраам по земле сей до места Сихема. И в седьмом стихе И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу. И вот мы можем найти здесь две ключевые идеи. Как Авраам реагирует на обетование Бога? Он строит жертвенник Господу. Также он получает обетование о земле. Но в то же время были Хананеи в земле. Поэтому как же Авраам владеет той землей? И позже развивается эта история. И обетование о земле присутствует с ним. Дано ему от самого начала. И Авраам прошел немного дальше На юг, мимо Вифиля. И он создал там еще один жертвенник Господу. И призвал имя Хашем. Это интересно. Когда вы читаете книгу Исход, там сказано, что отцы не знали Бога по Его имени Хашем. Что это значит? Потому что здесь говорится, Авраам призвал имя Хашем. Юд-Хей-Вав-Хей. 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 Я думаю, что же это означает в книге Исход. Что это не то основное имя, по которому они знали Бога. И не означает, что они вовсе не знали никакого имени. Девятом стихе. В Девятом стихе поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет. И когда он подошел к Египту, он говорит Саре, Он говорит, я знаю, что ты красивая женщина. И возможно, египтянам захотят тебя взять в жены. О чем же он говорил? В то время, если царь захотел взять женщину, он мог взять ее. Если она была одна, то тем более, если она была замужем, то, может быть, он просто подвинулся от мужа. И Авраам думает, каким же образом ему избежать такой ситуации. И подумайте об этом немного. После этого сделаем перерыв. Сколько лет была Саре? 65 лет. Сколько 65-летних женщин вы знаете? Что вы знаете, царь посмотрит на нее? И скажет, о, беби, ты мне нравишься. 65 лет. И что происходит? Они добираются до Египта. И египтяне увидели женщину. И рассказали фараону о ней. Фараон говорит, о, беби, давайте пополним харем нею. И Бог позаботился об этом. Во-первых, Авраам сказал, что он ее брат. Поэтому фараон дал ему много имущества. Но Бог наказывает дом фараона. И, очевидно, он узнает, что Сара – жена Абраама. Он немножечко разозлился. И в Европе говорится, почему ты мне не сказал, что она твоя жена? Я думаю, что ситуация была немножко более эмоциональная, чем описывая. Что ты сделал? Ты до того довел меня, чтобы я умер. Поэтому, иди, забирай жену, убирайся отсюда. И отсылает Авраама со всем тем имуществом, которое он ему дал. Он не забрал это все. И теперь представьте, какой урок Авраам взял себе из этой ситуации. Пятьдесят, двадцать лет позже он делает то же самое. Но мы еще дойдем до этого. И поэтому Авраам уходит из Египта. В 13 глава 2 стих «Авраам был очень богат». И он продолжал переходы и доходит обратно до того места. И возвращается обратно к тому месту, где он прежде построил жертвенник. И на этом я пока остановлюсь.